итак у нас понедельник значит новая неделя значит новые дела значит нужно делать новые действия время 7.03 да и у нас сегодня так не жарко у нас 16 градусов 16 градусов но уже как бы одно хорошо дождика не было вот так вот в целом как бы такая погода вроде вчера был дождик до пасмурно было а сегодня все хорошо в общем какая тема сегодня один из подписчиков вчера мне долбил вечером да там в комментариях по поводу того почему я сам себе не покупаю стройку и так далее давайте все-таки рассмотрим коротко да про инвестиции инвестиции у нас все-таки бывает двух видов первое когда вы желаете самому себе купить какой-либо объект вам понравился и желаете сэкономить для этих объектов ну как бы вот для этих инвестиций подадут такие-то объекты там например как ну например тот же самый мы возьмем там босфор возьмем примеру огни сочи ну и многие другие объекты которые можно взять фазешным для себя там какие-то с минимальным риском да и вот себе сэкономить и знаете что через три года все будет хорошо и вы сэкономили там сумму почти в два раза такое тесе называется тоже называется инвестирование называется одно инвестирование так скажем как говорится в себя с целью того чтобы взять и как бы сэкономить денежки да сэкономить деньги то есть заработок и второй вид инвестиций это называется когда вы берете какие-либо объекты для того чтобы потом могли их перепродать да перепродать соответственно вы взяли там вложились там определенные объекты обычно любят объекты которые именно по предварительному договору чтобы не показывать их у нас в россреестре все и как бы на этом тоже заработать деньги ну и к этим объектам подойдет если у вас есть деньги тасмана если денег поменьше это у нас атланта если денег еще меньше это green park если денег еще меньше это у нас дом озеро 2 ну и так далее да здесь во втором случае главное подобрать такого правильного застройщика да чтобы он вовремя сдался и чтобы он хорошо построился и чтобы проблем не было с документами и обычно такие-то варианты берут именно для перепродажи вот мне теперь был посвящий говорит вот ты про купил себе квартиру еще одну да там то там там вот почему-то взял то не вложился в тасману так далее так далее так далее почему там ну я скажу честно потому что потому что я зарабатывают деньги другими способами я не зарабатываю деньги вот этими инвестициями да как вам сказать у меня сейчас нету столько свободных денег которые я могу позволить взять и потратить например ну похоронить стройку даже на полгода у меня есть понятие быстрой инвестиции я готов деньги хоронить не больше чем на два месяца понимаете и опять же я посмотрел как бы объект который уже сдан который уже с документами по той цене который меня устраивает сейчас да смотрите ну мелодия леса я беру по 65 тысяч рублей за квадратный метр если мы возьмем например стройку например высокий этаж возьмем босфоре да там тоже стоит 65 тысяч рублей но стройка у меня немножко размышлений другие я лучше возьму за 65 тысяч рублей за квадратный метр уже что построено и буду там жить чем я буду брать там на перспективу понимаете потому что я знаю как тяжело в городе сочи снять жилье поэтому конечно я посмотрел меня все устроило все видовые характеристики устроил квартиру меня все устроило поэтому я взял не раздумываясь еще одну квартиру купил дальше как бы собираюсь ли я для сам заниматься инвестициями я пока не собираюсь потому что инвестиции это переходит пассивный так скажем доход и как вам сказать я может быть буду этим заниматься в лет 55 когда там не будет совсем тяжело работать я готов буду этим заниматься но до этого до этого я не буду потому что у меня до этого очень много грандиозных планов я не хочу себя ни в чем обделять мне нужно как минимум сейчас еще подавать участок для родителей потому что родители все таки они хотят свой дом поэтому я сейчас берусь занимаясь пассивно я еще ищу участок чтобы я мог купить в него вложить да но это будет не инвестиция это будет просто покупка участка для того чтобы построить там там хаус понимаете это не будет инвестиция не буду брать участок с целью его перепродать я буду брать участок за эти деньги которые меня устроят я буду брать участок там где я сосчитываю нужным и конечно же потом у меня еще есть там другие варианты мне там нужно еще по поводу там ребенка да ну нужно нужно будет ребенку определиться жильем потому что скоро через три года и учиться в институте давайте теперь подытожим да многие там задают мне тоже вопрос мне там тоже лично писали какие ваши планы на год на там на два года на десять лет да нет у меня таких вот особо больших планов обычный планы как у всех нормальных людей если взять например год я буду все таки начать с календарного не тогда тогда этоなんか начал на свой день рождения да не тогда когда я начала в начать по нему начнем с моего дня рождения где день рождения 11 февраля да я соответственно поставил у меня какие цели цели у меня до нового года до нового года у меня цель закрыть 100 сделок на данный момент у меня закрыто 36 сделок, успешно. Хочу сделать 100 сделок. Это первое. Второе. Хочу полностью на Новый год рассчитаться с квартиры, которую я куплю, которую я хочу сделать ремонт и в этой квартире уже встретить Новый год. Это вторая цель. Третья у меня идет глобальная цель. Я хочу познакомиться с девушкой. Да-да-да, познакомиться с девушкой и уже начать какие-то хорошие, серьезные отношения. Понимаете? Еще одна какая у меня цель есть. Цель, чтобы ребенок мой прилетел на каникулы сюда и цель, чтобы мы съездили с ней, отдохнули куда-нибудь, не знаю, может быть Таиланд, может быть Снам, может быть еще куда-нибудь, куда-нибудь жаркую страну. Зачем отдохнуть? Потому что, чтобы я немножко отвлекся от телефона, чтобы я немножко отвлекся от сферы. Потому что когда дочка сказала, папа, нам с тобой здесь отдыхать не получается, ты все равно постоянно подрываешься, постоянно с клиентами все. И в принципе она права, поэтому мне нужно отдохнуть именно вот так вот. И такую цель я поставил. Дальше у нас. Какие у меня там цели идут на 2 года? На 2 года у меня, даже на 3 года у меня стоит только обычная нормальная цель, как у всех нормальных людей. Это соответственно уже построить себе дом, как бы даже не себе больше, а родителям, чтобы они могли переехать спокойно и жили в своем доме. Это первое. Второе, это приобрести дочке квартиру, смотря где она будет учиться. Если будет в Москве учиться, значит в Москве. Если будет учиться в Сочи, значит в Сочи. И как бы приобрести себе такую небольшую яхту, либо катер такой, чтобы можно было там, в общем, чтобы можно было на море кататься. Вот так вот. Обычные цели, как у всех у вас. И, конечно же, уже делать, так скажем, фундамент для пассивного бизнеса в виде того, что будут квартиры и так далее. Которые, чтобы появились та часть свободных денег, да. Это примерно, чтобы было всегда около 10 миллионов, которые можно вкладывать быстренько и выводить. Вот. Такие цели. На 20 лет? На 20 лет, не знаю. Скорее всего, я буду работать также в продажах. Мне нравится работать в продажах. Скорее всего, тоже самое в недвижимости. Просто буду процентов 70 времени уводить именно для инвестирования, именно инвестиций. И вот такие глобальные, да. Ну, а если брать короткие, то я там уже должен до февраля месяца, я должен был учить английский язык. Вчера сидел, опять занимался, вроде охота посмотреть там что-нибудь, какие-нибудь передачи интересные. А я сидел вчера, долбил с этим английским языком. В общем, как-то вот так вот. Ну и, конечно же, что у нас еще интересного? Не знаю. Ну, такие цели у меня. Цели обычные. И через 20 лет, как бы, я себя вижу все равно в продажах. Я себя вижу инвестором. И я себя вижу в городе Сочи. Ну, все. Всем пока. Давайте. Я приехал на работу. Надо сегодня тренинг провести. Все. Всем пока.